Вот он, очередной свежий выпуск «Подсмотрено в сети». Меня зовут Алена Медведева. Здравствуйте! Уверена, вы заждались. Томить не буду. Предлагаю сегодня отправиться на центральный рынок Ростова, посмотреть на уличный стрит-арт и познакомиться с котом-консультантом. Начнем! Как говорится, для дома, для семьи. На центральном рынке была замечена бережливая хозяйка. По мнению Софии, так выглядит жадность. Но, надо сказать, единомышленников она среди комментаторов не нашла. А вдруг она будет много всего набирать? Вот и набрала пакетиков, чтобы не бегать, поделилась мнением Ольга. Вот сразу видно, на ком все хозяйство. А Ирина, новатор, подала такую идею. Вы лучше снимайте просрочку и, главное, крупным планом. Вот, вот, поддерживаю. Кто за? На западном кто-то построил ступеньки для своего котика, чтобы тот мог выходить на улицу. Молодцы, хозяева! Написала на одном портале наблюдательная ростовчанка. Главное, обратите внимание, как грустно из соседнего окна смотрит другой котик, которому повезло меньше. Обратил внимание Сергей. Ну, ничего страшного, как говорится. А вот еще один представитель мурчащих, на этот раз в роли кота-консультанта. Наталья зрит в корень. Вот, что она пишет. Судя по всему, это специалист по удобрению газона и цветов. А, по-моему, это пиар-менеджер. Так сказать, заманивает клиентов. Как вам такой стрит-арт на улице Немировича Данченко? Расположена картина на стене ларька по ремонту обуви и, по словам очевидцев, сам сапожник и разрисовал ее. Этот сапожник крутой дядька, и у него в мастерской всегда играет правильная музыка. Делится Юрий. А Надежда продолжила. У Николая Григорьевича и в вагончике тоже очень оригинально. Ну, так это потому, что творческие люди интересны во всем. Ну, все, все. На сегодня достаточно. Завтра будет день, будут свежие новости, а я прямо сейчас пойду к ним готовиться. До встречи.